Допустим, вы целых 40 лет наблюдали за погодой на Земле с помощью Гоуз, и внезапно поняли, что надо запустить еще один спутник, чтобы продолжить это делать, потому что это действительно важно. Наверное, вы подумали, круто, может просто возьмем детальки, которые остались от предыдущего спутника, запустим их в космос и позволим им делать фокусы? К сожалению, это так не работает. Исследователи постоянно ищут способы улучшить прогноз погоды, и для них такие снимки из древних спутников недостаточно хороши. К счастью, ученые и инженеры плотно сотрудничают с метеорологами для того, чтобы все улучшить. Так что у них есть мысли о том, какие данные понадобятся в будущем. Таким образом, когда они запускают новый спутник, новые данные дополняют старые, а мы получаем улучшенный прогноз погоды. Так что когда строится такой спутник, как Гоуз, конечно, это приводит к всеобщей суматохе, люди всегда хотят что-то улучшать. Инженеры могут поменять материал спутника, обновить все инструменты, и поскольку он должен улучшить прогноз погоды, добавить что-то абсолютно новое, вроде новой схемы молний. Спустя месяцы конструктивных переговоров и, возможно, еще нескольких ночных посиделок, они наконец-то приходят к согласию. Как только все утверждено, инженеры должны сконструировать и собрать спутник. Несмотря на то, что они и раньше строили спутники, нельзя просто взять старые детали и скрыть их по-новому. Потому что наука пошла вперед, все надо доработать, модифицировать, обновить, построить, протестировать, протестировать еще раз, и еще несколько раз, и, наконец, заставить, чтобы в конце дня он попал в верхушку огромной ракеты. После этого всего спутник, наконец, запускают в космос. Ученые и инженеры празднуют, а нам поступают новые данные, которые улучшают прогноз погоды здесь, на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok